Сегодня на обзоре DEMIX Fenix после 800 километров пробега. Этот обзор поможет тем, кто будет выбирать аналогичные модели, потому что они до сих пор продаются в магазинах Sportmaster и DEMIX. Вверх, естественно, выглядит чуть-чуть по-другому, потому что модели изменились, но платформа осталась той же самой, и я думаю, многим будет интересно узнать об особенностях этой модели. Итак, начнем с плюсов. Первое, что мне понравилось здесь, амортизационные шнурки, они чуть-чуть тянутся. Если вы вдруг немножко перетянете шнуровку, то вот эта вот амортизация самих шнурков, она немножко компенсирует пережатость. Ну, в целом, мне это очень понравилось, такое свойство. В профессиональных спортивных шнурки делают вообще не тянущимися, для того, чтобы шнуровка была максимально точная. Вот это такой вариант для любителей. Хотелось бы отметить износостойкость верха. Верх у нас вообще практически без изменений, никаких тут изъянов нет. Ну, естественно, небольшая складочка. Это такой вот нюансик. Здесь пяточка из замши. Такой отличительный элемент. Он сохраняется почти на всей коллекции Феникса. От первой модели до последней. Часто тоже можно встретить. И еще одна особенность верха. Это светоотражающие элементы. На более поздних моделях столько светоотражаек нет. Вот эти вот серенькие полосочки, которые вы здесь видите, включая логотип DEMIX. Это все светоотражайка. Тоже очень полезная штука, если вы бегаете по ночам в черных кроссовках. Третий плюс это пена. Пена достаточно интересная. Она плотная и упругая. Достаточно толстая. Я хотел что-то такое, знаете, похожее на HOKU. Но у HOKU пена помягче. Здесь пена потолще, поупруже, поотзывчивее. Самая интересная особенность, которую я всегда отмечаю после определенного количества пробега, это проминаемость пены. Если пена некачественная, дешевая, то засунув руку, можно ощутить такие ямки. В данном случае ямки тоже есть, но они незначительные. Я бы их оценил как, наверное, процентов 10. В целом я считаю, что это очень неплохой показатель. Если у вас внутри вот такие вот бугры, естественно, стельку надо вынуть, то прожимаемость пены очень плохая и кроссовки надо менять. Потому что уже из-за вот этих вот вмятин меняется сама геометрия. Еще одна небольшая особенность, которую хочется отметить, это подошва. Цвет подошвы. Вот здесь он черный и потом переходит плавно в серый. Я долго думал, зачем так сделали. Было бы лаконичнее сделать всю черную подошву. Но не тут-то было. Здесь есть один очень интересный нюанс. Когда ходишь по улице, пыль дорожная, которая поднимается сверху на кроссовок, она ложится как раз вот на эту серую часть. Ее практически не видно. Кроссовок выглядит как новый достаточно долгое время. Износ подошвы после 800 километров я считаю приемлемый. Вот пятка уже начинает снашиваться в пену. И здесь, получается, центральная часть тоже начинает изнашиваться в пену. Потерлась резина. Для 800 километров я считаю отличный показатель. Кроссовок со своей функцией справился. Но теперь пробежимся по минусам. Самый лайтовый минус, который хочется отметить, это забрызгиваемость кроссовок. Есть такой у меня пунктик на кроссовках. Когда идешь в них пешком, то капли перелетают через носик. Вот здесь есть такой специальная полимерная вставка наверх. И как раз ровно под эту вставку капли и залетали. Но можно сделать носик кроссовка так, чтобы эти капли не залетали совсем. И следом минус номер два. Ортолитовая стелька. Вытаскиваю стельку. Кстати, обратите внимание, что здесь сохранились буквы. Демикс сделал такую вот стельку. Зеленая по материалу очень похожая на известный ортолит. Но, к сожалению, материал оказался никаким по сравнению с оригинальным ортолитом. Потому что, если посмотреть толщину здесь, то это миллиметров пять. А на подушечках пальцев она утопталась практически в полмиллиметра. Здесь совсем нет никакой амортизации. Соответственно, если вы будете засовывать руку и чувствовать прожимаемость, то как раз из-за стельки вот эти вот ощущения могут исказиться. Потому что здесь как раз есть бугры. Сжалось, естественно, в пятка, в ноль. И вот на подушечках тоже я прожимаю в ноль. Теоретически стельку можно заменить. Я заменил вот на такие вот от Декатлона. Здесь в местах, где это все сильно прожимается, есть другие специальные вставки. Материал тоже здесь похож на оригинальный ортолит. Возможно, Демикс уже в некоторых других моделях улучшил стельки. Но в целом такая вот годится, может быть, километров на 100. Потом лучше ее сменить. Самый главный недостаток, с которым я столкнулся в этих кроссовках, это его геометрия. К сожалению, я считаю, что Демикс не доработали платформу Феникса. И заявлено то, что перепад между носком и пяткой 4 миллиметра. Но из-за амортизации подошвы эти показатели очень сильно меняются. У меня свело икроножную мышцу впервые в тесте именно на тренировках этих кроссовок. И после этого я перестал не бегать и стал ходить. Поэтому 800 километров, после которых я вам их демонстрирую, они как раз ходовые. На ходьбе тоже меняется биомеханика шага. Тоже такая происходит просадка на пятку. В общем, хотелось бы, чтобы, если Демикс будет улучшать и дальше развивать эту модель, то что-то бы подделали с геометрией. Сделали бы какую-то более-менее стандартную, для того, чтобы было комфортнее и бегать, и ходить. Еще одна штука, которую покажу, это вот такая промежуточная стелька, которая между пеной и стелькой. Она очень похожа на то, что можно увидеть у хокки. Такая вот дырчатая. У хокки Adidas сейчас последние все так делают. Вот такие вот дырчатая штучка, которая закрывает все непрекрасности в кроссовке. Вес кроссовка чуть больше 300 грамм. Для тренировочных кроссовок достаточно хорошо. Выглядит он презентабельно и чтобы побегать, и чтобы куда-нибудь походить. Еще очень важный недостаток, который хотелось бы отметить, это то, что DEMIX использует плохие антибактериальные материалы. И если вы страдаете потливостью ног, то этот кроссовок будет источать ароматы. Я надеюсь, что компания примет это замечание к сведению, и будет, как и другие ведущие бренды, использовать хорошие материалы. В последние годы DEMIX существенно улучшил дизайн, но, к сожалению, качество изготовления остается, оставляет желать лучшего. Потому что, если посмотреть вот на эту надпись, кушфом, написана она совершенно безобразно, буквы плывут. Завод стал делать лучше, но не настолько, чтобы конкурировать с другими хорошими брендами. На этом обзор завершен. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайк. Надеюсь, еще чем-нибудь порадует вас интересным. Спасибо.